Танк 2Т Это боевая машина 2Т-сталкер, одна из последних секретных разработок Белоруссии. Это не танк и даже не усовершенствованный БМП. 2Т принципиально новая боевая машина, у которой нет аналогов в мире. 2Т-сталкер это боевая машина, которая не ведет бой на переднем крае. У нее другое предназначение. Разведывательно-диверсионная деятельность. Сталкер работает только в тылу противника. Он может обнаружить цель, передать ее координаты и характеристику в штаб или самостоятельно уничтожить противника. Эта боевая машина не имеет отсека для перевозки солдат. Создатели постарались сделать ее как можно более легкой. Поэтому сталкер не обладает серьезной огневой мощью и броней. Данная машина оснащена 30-мм автоматической пушкой на 500 выстрелов, спаренным пулеметом калибра 7,62 на 2000 выстрелов, 10 ракет, 12 противотанковых мин, а также 30-мм автоматический гранатомет. В передней полусфере машина защищена от попадания 30-мм снарядов с бортов и с кормы. Она защищена от попадания 14-мм боеприпасов. Уничтожить сталкер практически невозможно. Ведь для этого его нужно сначала засечь. Уникальная система стелс, которой оснащен сталкер, делает его почти невидимым для противника. Подобная технология, а именно форма корпуса, использовалась в легендарных американских истребителях-невидимках F-117. Кроме того, БРДМ покрыт особым составом на основе резины, который предохраняет машину от радиолокационных систем врага. Однако, если машину все-таки обнаружили, включается активная защита. Активная защита на данной машине обеспечивается гранатометами, которые встроены в башню машины. При помощи них можно устанавливать дымовую завесу, что защищает данную машину от лазерного луча. Сталкер способен уходить и от ракет с тепловым наведением. Для этого существует специальная система поглощения тепла. Как она работает, военная тайна. Но по сравнению с обычным БМБ, струя выхлопных газов Сталкера теплая, но не обжигающая. Кроме того, почти все системы боевой машины спрятаны под обшивкой. Снаружи заметны только радиолокационная система, пушка и пулемет. Все остальное спрятано под броню. Гранатометы утоплены в орудийную башню. Даже фары нужно специально выдвигать. Особого внимания заслуживают пусковые установки для противовоздушных ракет «Игла», «Игла-1» и противотанкового комплекса «Атака». В походном положении они спрятаны в корпусе Сталкера. Если необходимо произвести выстрел, они выдвигаются менее чем за минуту. А после залпа также быстро убираются под броню. Машина может поражать средние танки, бронетранспортеры с помощью ракеты на расстоянии до 5 километров. А также воздушные цели тоже на расстоянии до 5 километров. Еще одно преимущество машины – скорость. По пересеченной местности Сталкер может развить скорость до 100 километров в час. По сравнению с другими гусеничными машинами, это впечатляющая цифра. На данной машине установлен дизельный двигатель мощностью 740 лошадиных сил. Что еще можно сказать? Крутящий момент от двигателя передается с помощью гидромеханической трансмиссии. Подвеска на данной машине гидропневматическая. Совокупность небольшого веса, слабой вооруженности, малозаметности и большой скорости дают Сталкеру преимущество перед любыми другими разведывательными машинами. Он может действовать либо в одиночку, либо в группе из трех-четырех таких же машин. Экспорт машины составляет 5 человек. Механик-водитель, который, в свою очередь, управляет машиной. Двух офицеров, которые следят за средствами радиоразведки. Командира и оператора, который управляет вооружением. Запас хода у Сталкера без дозаправки составляет 1000 километров. Автономно он может существовать около недели. На борту имеются запасы еды и воды. Сталкеру по силам совершать быстрые атаки на пункты снабжения и колонны автотранспорта противника и также быстро скрываться. Эта боевая машина может стать настоящей головной болью для войск противника. Сталкер может уничтожать беспилотные разведчики и вертолеты врага. Кроме того, он способен быстро устроить минное поле там, где его никак не ожидают. Кстати, Сталкер сам неплохо защищен от мин. Противоаминная защита в данной машине обеспечивается специальным расположением экипажа, что обеспечивает выживание экипажа при подрыве машины. Еще одна особенность 2Т. Он идеально приспособлен для эвакуации сбитых пилотов. БРДМ сможет скрытно выдвинуться к месту крушения, погрузить летчика в специальный отсек в корме машины и быстро доставить в безопасное место. За последние годы облик современной войны изменился. На смену тяжелым кровопролитным боям с использованием огромного количества солдат и техники приходят небольшие локальные конфликты. В условиях, когда ставка делается на высокоточное оружие и внезапность, быстрый и незаметный 2Т-сталкер может оказаться полезнее, чем мощный и поворотный танкер. Одним словом, получается идеальная машина диверсанта. Правда, какая-либо информация о том, какие армии получат на вооружение сталкеры и будут ли в этом списке российские вооруженные силы, пока неизвестно. По некоторым данным, белорусский БРДМ вызвал интерес в арабских странах, которые активно пытаются купить образец уникальной диверсионной машины. Продолжение следует...